Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поговорить про телевизоры, квантовые точки, QLED, 4K и вот это вот все. Сегодня у нас на обзоре новый представитель линейки QLED телевизоров от компании Samsung. Q8C, 55-й диагонали. Ах, красавчик! У нас на канале достаточно редко появляются обзоры телевизоров, и это все связано с тем, что их очень жалко потом отдавать. Привыкаешь к этой картинке, потом смотришь на свой старый телевизор и думаешь, зачем он вообще нужен, если он не может вот так. Ну, это лирика. Давайте смотреть, что же там такого интересного. Samsung Q8C, модель 2017 года, была представлена в Барселоне совсем недавно, а сегодня ее уже можно купить у нас. В этом телевизоре используются металлические квантовые точки, в этом году Samsung делает огромную ставку на них, хотя телевизоры с их использованием появились еще в позапрошлом году. Технология за это время шагнула очень сильно вперед, и я не буду вдаваться в какие-то очень сложные технические подробности, попытаюсь объяснить как можно проще. Если в двух словах, то изменились сами точки, в них появились металлические оболочки, и я начинаю говорить стихами. Но в конечном итоге это повлияло на яркость, контрастность и самое важное, на динамический диапазон картинки. Технология по сути является прокаченной версией привычного LED. Есть матрица, есть подсветка, просто между ними добавляется этот слой с квантовыми точками, и подсветка сначала проходит через подсвеченную нужным цветом точку, позволяя создавать правильный белый свет для матрицы дисплея. Все поняли? И сразу скажу про OLED, и если быть точнее, разницу между QLED и OLED-экранами. И вот самое важное, о чем нужно знать, то что яркость QLED-экрана около 2000 нит, а OLED-экрана всего лишь 800. Разница видна, если поставить их рядом. OLED реально намного темнее. Но есть у него и преимущество. Это глубокий черный цвет. И все дело в том, что на OLED-экранах черные области просто не подсвечиваются, за счет чего и достигается эта глубина. Но, сказать честно, если их не ставить рядом, то на QLED тоже очень глубокий черный. И, в принципе, конечному потребителю, который купит такой телевизор, это мешать никак не будет. А вообще, я очень вам советую, если вы выбираете между QLED и OLED-экраном, просто прийти в любой ближайший магазин, посмотреть их рядом, включить одно и то же видео с одинаковыми настройками и решить, что для вас важнее. Крутой динамический диапазон или глубокий черный. И каждый выберет что-то для себя. И еще один очень важный момент. QLED-экраны абсолютно никогда не выгорят. А вот OLED таким похвастаться не может. И производители заявляют около 10 лет работы, при включенном телевизоре около 8 часов в день. Что, в принципе, тоже большой показатель. Но, все-таки, как-то какие-то рамки появляются. А это не всегда приятно. Давайте посмотрим на конкретном примере Q8C 55-й диагонали. Этот изогнутый красавец отлично впишется в любой интерьер. Изящные линии, утонченная, но надежная подставка. И самое важное в этом всем идеальный кейбл-менеджмент. Перфекционисты могут такой телевизор даже не включать, а просто наслаждаться аккуратной укладкой кабелей. Дело в том, что все укладывается в эту ножку. Снимается крышечка и потом все закрывается. А все интерфейсные разъемы находятся в этом блоке One Connect. Никаких висящих проводов и очень удобный и быстрый доступ ко всем портам телевизора. Это ведь так просто. Взять, включить флешку, внешне жесткий диск, не перекидываясь через экран, не колупаясь с фонариком в разъемах. В этом же блоке One Connect находятся все, так сказать, мозги телевизора. Помимо установки на подставку, конечно же, есть возможность крепления на стену. Говоря про крутой дизайн нового Q8C, невозможно не упомянуть про вот этот вот пульт One Remote. Восторга от его использования будет очень много. Сделан он из цельного куска металла и чтобы вставить батарейки, вы нажимаете на кнопочку и выезжает внутренняя часть. Samsung настолько серьезно подошли к вопросу пульта, что батарейки не нужно выковыривать ногтем из отсека. Тут есть специальная кнопка, которая поднимает их. И ведь могли же ленточку туда какую-то вставить, как бывает, но нет. Целая система, которая показывает юзерфрендли компоненты. Помимо того, что этот пульт реально очень стильный и выполнен в таком вот минималистичном дизайне, он работает по Bluetooth. И это очень крутое преимущество, потому что не нужно направлять его на телевизор, чтобы воспользоваться какими-то клавишами или функциями. И это реально используется на практике. Допустим, вы включили какой-то клип на телевизоре в одной комнате, пошли в другую, взяли с собой пульт и громкость можете регулировать прямо из соседней комнаты. Это очень удобно. Большинство настроек на телевизоре автоматические, поэтому долго перемещаться по разным меню нет нужды. И большинству пользователей хватает основных элементов. Громкость, каналы, навигационные клавиши, назад, пауза. В общем, все, чем пользуешься каждый день. Ну и микрофон для голосового ввода и команд. Причем команды на Tizen настолько прокачались, что теперь можно не только искать видео на YouTube, а делать какую-то тонкую настройку изображения, открывать определенные каналы, да и просто спросить время. Яркость 3 Установить таймер сна на 20 минут Ну давайте вернемся с самому QLED. Как я уже говорил, тут более насыщенная, яркая картинка с большим динамическим диапазоном, которая очень гибко настраивается. Есть разные режимы, в которых меняется как цвета, так и плавность изображения. Смотрим фильм, цвета теплее, количество кадров уменьшается до киношного. Включили футбол, поставили динамичный. Конечно, есть и стандартный, максимально близко к эталонным цветам. Отдельно есть пункт HDR+, включая его, картинка кардинально меняется в лучшую сторону. Специальные алгоритмы раскладывают ее на слои, осветляя темное, затемняя пересветы, и как результат расширенный динамический диапазон. Все изи. В этом режиме картинка по умолчанию становится намного теплее, но это легко регулируется на ваш вкус. На этом экране отлично смотрится не только 4К контент, а и 1080, и даже 720. Ниже, конечно, уже такое. Процессор хорошо масштабирует плохую картинку под 4К дисплей. А вот 4К контент выглядит бомбически. Четкость просто зашкаливает. И пару слов хочется сказать про изогнутый экран. До того, как у меня появился телевизор с изогнутым экраном, я сейчас не про Q8C, а про тот телевизор, который у меня стоит в студии двухлетней давности, он тоже с изогнутым экраном. Я не совсем понимал, зачем это нужно. Но дело в том, что ты, когда каждый день смотришь на этот экран, ты к нему привыкаешь. И реально кажется, что картинка как-то лучше воспринимается благодаря вот этой изогнутости. Может быть, вы со мной сейчас не согласитесь, но реально это прикольная штука. И каждый день, смотря этот телевизор, я готов сказать, что к плоскому возвращаться уже как-то не хочется. Я не могу объяснить с точки зрения физиологии человеческого глаза, но на такой экран реально приятнее смотреть. Есть момент с тем, что под большим углом это неудобно, но я так не смотрю. Я же сижу перед телевизором на диване или кресле, верно? Вот за что мне нравятся все телевизоры Samsung, то это за их звук. Потому что покупая такой телик, реально можно не заморачиваться, не покупать какие-то внешние саундбары. Потому что прям на телевизоре очень хороший звук. Причем он прям и с низкими частотами, и не репит, не хрипит даже на максимальной громкости. Чего нету на многих других телевизорах. И если вы прям вот сильно хотите, то, конечно же, можно подключить какую-то систему домашнего кинотеатра. Но я уверен, что большинству пользователей этого звука хватит просто с головой. Есть даже настройка звука, стандарт, усиление и оптимизированный. Я не знаю, что вкладывали в эти названия, но вот оптимизированный мне понравился больше всего. Он самый объемный и приятный. Работает Q8C на собственной операционной системе Tizen, которая с каждым годом хорошеет, обрастает всякими уникальными фишками и самое главное, работает все быстрее и быстрее. Я вот даже в сравнении со своим студийным телевизором 2015-го вижу, как все ушло вперед. В магазине не так много приложений, как в Android TV, но это компенсируется тем, что стандартный плеер ест все форматы, а для просмотра IPTV есть приложения. В общем, как-то так. Особо без фанатизма все задачи решаемы. Как заключение хочу сказать, телевизионные технологии вроде бы как бы уже уперлись в потолок, уже яркость и контрастность, динамический диапазон, все вроде бы хорошо. Но каждый год появляется что-то, что лучше, чем было выпущено в прошлом году. К тому же меняется дизайн самих телевизоров, они становятся изогнутыми, вот такими красивыми. Вмешается количество проводов и создаются вот такие вот потрясающие пульты One Remote. Кстати, к нему можно подключить не только телевизор, а и, допустим, домашний кинотеатр или какой-нибудь медиаплеер. Это все настраивается. Пишите в комментариях, что вы думаете про технологию QLED. Смотрели ли вы ее вживую в каком-нибудь магазине и какое впечатление на вас она произвела. Ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наш канал, а также на наши страницы в социальных сетях Facebook, Instagram, Twitter и, конечно же, Telegram. Всем хорошего дня и яркого настроения. Пока!